Добрый день, дорогие друзья, уважаемые коллеги, здравствуйте. Сегодняшний эфир связан, как ни странно, с коронавирусом. Почему? Потому что мы были вынуждены отменить нашу ежегодную, не отменить, перенести нашу ежегодную конференцию, международную конференцию воспитания и обучения детей младшего возраста. Вот я хотела бы немного рассказать о том, что это такое за проект, чтобы вы понимали, насколько это масштабно, насколько это интересно, насколько это важно для дошкольного образования России. Если вы помните, в 2010 году прошла первая всемирная конференция по дошкольному образованию. Называлась она «Воспитание и образование детей младшего возраста». Кто-нибудь был из вас, из тех, кто меня слушает, на этой конференции, которая прошла в Москве, в Центре международной торговли, и это было последнее публичное выступление Юрия Михайловича Лужкова. Собственно, Москва провела совместно с ЮНЕСКО эту всемирную конференцию и потратила на это много времени и сил. И, на мой взгляд, это был колоссальный толщок для дошкольного образования российского. Интересно, если кто-то из вас, из тех, кто меня слушает, присутствовал на этой конференции или слышал про нее, как-то дайте мне знать, был, слушал, участвовал. И вот ровно 10 лет назад прошла эта конференция. Юрий Михайлович Лужков, он впервые на публике появился на этой конференции. Еще никто не знал, кроме него, о том, что это его последний день в качестве мэра. Поэтому его выступление было несколько грустным, но, тем не менее, он выступил, всех поприветствовал. И конференция его выступлением, собственно, завершилась. На этой конференции, которая вообще в мире до сих пор никогда этого не была, всемирная конференция по дошкольному образованию, это не какой-то научный междусобочек, когда собираются полсотни или сотня исследователей детства и размышляют между собой. Это не те конференции, к которым привыкли мы в последней российской действительности, когда приходят много воспитателей и слушают, что им говорят либо чиновники, либо ученые, их чему-то учат, что-то рассказывают. То есть вот такие вот конференции. А всемирная конференция ЮНЕСКО, она собрала там колоссальное количество стран, присутствовали все регионы России. Это был праздник, это был фейерверк, это было уважение к дошкольному образованию, это понимание того, что дошкольный возраст очень и очень важно. И там обсуждали и организаторы дошкольного образования, и ученые, и исследователи дошкольного детства, и практики. Вот такое совместное мероприятие, оно было впервые не только в России, но и во всем мире. Вот и тогда же на этой конференции было принято решение о том, что надо такие конференции проводить. Решение было принято, проводить уже некому, потому что инициатор и тот, кто поддерживал конференцию Юрий Михайлович Лужков, он уже был не в состоянии что-либо сделать. Наша Академия, которую возглавляет Николай Евгеньевич Виракса, мы присутствовали на той конференции, мы знали о том, что было принято это решение, и мы решили, что мы должны подхватить эту блестящую идею, мы должны попробовать продолжить такое прекрасное начинание. И мы решили провести не всемирную, конечно, но международную конференцию с тем же самым названием «Воспитание и обучение детей младшего возраста». Нас поддержала общественная палата, нас поддержало бюро ЮНЕСКО в России, потому что это очень обрадовало, что кто-то пытается продолжать начатое им дело. И через год мы провели свою первую конференцию. Вот вернусь на минутку к всемирной. По результатам вот этой всемирной конференции ЮНЕСКО в России зародилось множество проектов ЮНЕСКО, когда группы детских садов под руководством наших именитых ученых проводили исследования, опробировали их на практике. Лучшие детские сады в этом участвовали. Николай Евгеньевич Веракса, он возглавлял одно из этих направлений, связанных с проектной деятельностью, с когнитивным развитием детей. И детские сады, те, кто участвовал в этом первом эксперименте ЮНЕСКО, они, конечно, много сделали для российского дошкольного образования. Кстати, в Академии нашей работают как раз те, кто участвовал в этом первом эксперименте ЮНЕСКО, в этих первых работах. Итак, решили мы провести международную конференцию. Это, конечно, была авантюра с нашей стороны. И всё было создано только исключительно авторитетом Николая Евгеньевича Веракса, который возглавил оргкомитет конференции. И он пригласил своих друзей из других стран, чтобы они приехали и выступили на нашей международной конференции. И наша первая международная конференция, она прошла в Академии наук. Присутствовало там 200 человек. 12, участвовало 12 стран. И, конечно, никакого несинхронного перевода не было. У нас был переводчик, который выступающих спикеров переводил на русский язык. Все эти 12 стран, это было 12 друзей Оушена, 12 друзей Николая Евгеньевича Веракса. Он их лично пригласил. И они из уважения к нему, и из интереса к российскому образованию, из интереса к России, они приехали и выступили на нашей конференции. Вот такая была наша первая конференция. Мы, то, что она прошла успешно, это нас вдохновило, конечно, на следующую работу. Это была, первая конференция была очень трудная. Мы не знали, как пройдет. Мы не знали, как организовывать. Мы многого не умели. Многие, я думаю, те, кто участвовал, ее запомнили. Там у нас Оскар Бренифье выступал. Он так выступал, что вся аудитория... Мы не привыкли к такому общению с аудиторией. Мы не привыкли, как лектор может общаться с теми, кто его слушает. И, конечно, Бренифье мы слушали, мы были поражены. Нам казалось, что это как-то необычно, даже, может быть, чересчур необычно для нас. Его выступление было... Ну, это было интересно. И вот прошла наша первая конференция, и мы решили проводить ее ежегодно. И каждый год, когда мы ее проводили, мы вводили какие-то новшества. Например, на второй конференции, которая прошла в общественной палате... Спасибо, общественной палате. Они нас очень сильно поддерживали всегда. В общественной палате у нас были международные семинары. Это уже лекторские преподаватели из-за рубежа. Они провели интерактивные семинары, и рассказали об оценке качества. Тогда впервые мы говорили. Мы говорили о программах, которые... дошкольного образования, которые распространены в других странах. Вот. И то, что меня больше всего поразило, когда из Швеции приехали наши коллеги, мы их... А у нас только-только ФГТ начинали вводить. Только-только у нас там обсуждали... У нас еще ФГТ не было. Это был 911 год. А нет, у нас только-только ФГТ появилось. И, в общем, мы не понимали, как в других странах, есть ли у них единая программа, что у них в дошкольном образовании вообще делается. И наши коллеги из Швеции рассказали, что у них есть единая программа. Потом стало нам понятно, что это не программа, а что-то типа наших ГОСов, по которым работает вся страна, что у них большая свобода предоставляется педагогам дошкольного образования, что их никто не контролирует, что их очень поддерживают, дают возможность обучаться. И мы невольно сравнивали с тем, что делается у нас, задавали очень много вопросов. Вела этот круглый стол Духаина Любовь Николаевна, которая с первого дня нас тоже поддерживала. Сейчас, если вы знаете, Любовь Николаевна Духаевна, она заместитель председателя комитета по образованию Госдумы, а в тот момент она возглавляла комитет по образованию общественной палаты. И выступал у нас и выступающие, и те, кто слушали. Вот этот формат был всем интересен, необычен, и он толкал нас на размышления о том, что мы должны как-то проявлять свою инициативу, мы должны расти, и мы должны сами очень многое изменить в себе и в дошкольном образовании в нашем российском. В дальнейшем, когда у нас прошла третья наша конференция, мы впервые ввели статус страна-партнер. Что такое страна-партнер? Это одна из зарубежных стран, с которой либо хорошие связи у нашего оргкомитета, либо какие-то выдающиеся достижения у этой страны есть в области дошкольного образования, либо какие-то иные причины, либо они проявляют инициативу, например, хотели бы в России продемонстрировать свой опыт. И мы выбираем страну-партнера конференции, так как делается это на многих масштабных зарубежных мероприятиях, конференциях, форумах, выставках. Всегда есть страна-партнер конференции. Первая страна-партнер это была Германия. Приехали они достаточно большой делегацией, выступали на многих круглых столах, секциях, естественно, на пленарном заседании. И тогда от нас и впервые мы тогда ввели синхронный перевод. Стало ясно, что если будет последовательный перевод, то это получается очень долго. И мы ввели синхронный перевод. и все могли взять наушники. И иностранцы и мы переводили на русский язык, а наши российские участники, те, кто не знают английского языка, а это практически все участники не знают английского языка в той степени, чтобы слушать без переводчика спикер иностранных, все брали наушники и слушали выступление на том языке, который им знаком. Ну и поначалу, конечно, это вызывало не то, что чувство протеста у участников у российских, а чувство недоумения. Они приходили на пленарные заседания, никто не брал эти наушники, потому что за наушники надо оставить документ, паспорт, и все думали, да ладно, там поговорят немножко иностранцы, потом будут наши выступатели, мы послушаем нормально. Они приходили без наушников, хотя мы их предупреждали, что берите наушники, будет все на двух языках вестись. Получалось так, что в середине выступления там ползала, вставала и шла за наушниками, потому что они понимали, что что-то интересное говорится, но они этого языка не знают, и они не понимают, о чем речь. И год от года аудитория наша очень сильно менялась. И если поначалу задавались вопросы, зачем вы этих иностранцев приглашаете? Давайте вот лучше мы послушаем, вы бы лучше из министерства кого-нибудь пригласили, пусть они нам чего-нибудь расскажут. Сейчас таких вопросов нет. Сейчас на конференциях участники подходят и говорят, нужно выучить английский язык. Я понимаю, что мне не хватает языка, я обязательно буду учить английский язык, чтобы слушать наших коллег, чтобы общаться с ними, не просто послушать, не просто рассказать в рамках секции круглого стола или семинара, поделиться своим опытом, но чтобы можно было и в кулуарах пообщаться, и просто спросить, как у них, ведь не все же в рамках секции ты можешь спросить, там нет такого большого времени, чтобы дискуссию устроить, мы можем встретиться за кофебрейком, мы можем встретиться в перерывах, в рамках постерной секции, на фуршете, и пообщаться с коллегами, поспрашивать то, что нас интересует, но это в том случае, если мы владеем английским языком, поэтому многие начали, насколько я знаю, изучать английский язык, потому что они ощущают потребность в общении с зарубежными коллегами. Ну, надо сказать, что наши зарубежные друзья, и для них Россия представляет колоссальный интерес, колоссальный интерес, и они высоко ценят дошкольное образование российское, мы его, может быть, недооцениваем, а они видят преимущества, те преимущества, которые у нас есть, многие из них говорят, вы сохраните свое дошкольное образование, есть у вас совершенно уникальные достижения, мы не должны отказываться от того хорошего, что у нас есть, и все иностранцы, они, конечно, выгодские, 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 для них кумир, это для них самый высочайший авторитет в области дошкольного образования, наш выгодский, и они все приезжают к нам и говорят, мы последователи выгодского, вот, и мы свою миссию, как раз видим в том, чтобы вот эта возможность общения на международном уровне с выдающимися экспертами зарубежными, с нашими, чтобы мы могли представить свой опыт, рассказать о нем, увидеть, насколько то, что мы делаем, стоит на уровне международном, на уровне лучших практик российских, то есть сравнить себя с тем, что делается, понять, что нужно изменить, куда стремиться, вот это, поэтому конференция как раз очень способствует. Извините, я вот начала сразу быка за рога и сразу с места в карьер, даже не представилась, извините, пожалуйста, я хоть в середине эфира, но представлюсь. Я генеральный директор издательства «Мозаика Синтез», Дорофеева Альфия Винимуловна, и я член оргкомитета конференции с первого дня, и, собственно, вот эта конференция, мы с Николаем Евгеньевичем, я говорю мы, потому что мы с ним очень-очень хорошо дружим, очень крепко дружим, и большинство проектов мы делаем совместно, он как великий мозг, как великий ученый, я как организатор, и финансовая поддержка идет от издательства, то есть мы в издательстве тратим довольно много средств издательских на то, чтобы эти конференции проходили успешно, вот потому что считаем, что дошкольное образование это основа благополучия не только ребенка, не только семьи, не только общества, но и всего государства, то есть безопасность государства во многом и будущее его счастливое зависит от того, какое у нас дошкольное образование. Жалко только, что это не вполне осознают пока руководители страны. Наше правительство, наш президент, они выделили, внимание дошкольного образования уделяется много, средства выделяются колоссальные, вот если сравнить даже с западным дошкольным образованием, если посмотреть, какие средства тратятся у нас, конечно, у нас тратится много, но не всегда они расходуются оптимальным образом. Мы понимаем, что многое делается не совсем так, как должно было бы быть. И, на мой взгляд, вот на сегодняшний день идет фактически разрушение дошкольного образования и связано это с неправильными управленческими решениями. Несмотря на то, что внимание и средства на дошкольное образование выделяется много. А почему так происходит? Потому что те, кто принимает решение, они не понимают, что такое дошкольное образование. Они не понимают, что это специфическое время в жизни любого человека, что именно в дошкольном возрасте закладываются основы, и что нельзя к дошколке относиться как к школе. Школы с садом объединяют плохо и с садом и с школом. Есть финансовая экономия наверняка от этого, есть, наверное, какой-то финансовая выгода, но это выгода ложная, потому что вложение в дошкольное образование не до вложения, они потом с торицей отрицательно скажутся на всем нашем будущем и на наших детях. Ну, давайте, вот об этом мы не будем о грустном, не будем о грустном, а будем о хорошем. А хорошая это наша конференция. Итак, на сегодняшний день в конференции масса нововведений была по сравнению с нашей первой, в частности, у нас есть страна-партнер, потом на третьей или четвертой конференции у нас появилась сопровождающая конференцию выставка, где мы пытаемся собрать самых лучших представителей тех, кто производит товары и услуги для дошкольного образования. В прошлогодней конференции мы впервые ввели такое понятие, как фокус-регион. Что такое фокус-регион? Проведя в течение многих лет проводя конференцию, мы много внимания уделяли представленности зарубежного опыта у нас в России. И стало понятно, что Россию-то мы не показываем. И понятие фокус-регион, это означает, что какой-то из регионов России имеет определенные преимущества в представлении своего опыта на конференции. И в прошлом году впервые у нас фокус-регион был, это была республика Саха-Якутия, выступление было их феерическим, они выступали на открытии, выступали якутские дети, это совершенно незабываемое зрелище, зал просто замер от восторга, настолько это было прекрасно сделано. Они в течение целого дня в рамках секции фокус-регион представляли свой практический опыт, лучший опыт. До этого они провели в республике, отобрали лучшие практики и потом их показали на нашей конференции. Поначалу нам в рамках хоркомитета я лично высказывала сомнения, что это будет интересно всем, я говорила, что вдруг никто не придет на эту секцию. Секция посвященная Саха-Якутии, но это была самая многочисленная секция. Иностранцев там было много, наши все регионы пришли, они все пришли, посмотрели, была масса положительных отзывов именно о секции фокус-регионы Якутии. Кроме того, в прошлом году, у меня, пожалуйста, по времени подсказывай, ладно. В прошлом году также впервые мы ввели такое понятие, как оптимальные практики, выделили большую аудиторию, и там были представлены, отобранные оргкомитетом оптимальной практики с различных регионов России. в течение получаса практики показывали в рамках мастер-классов то, что они делают необычного, потрясающего в своих дошкольных организациях. Оказалось, что практически вот кейсы тоже крайне интересны. Там была масса слушателей, потому что всем хотелось посмотреть, что же такое невероятное происходит в других регионах России. Поэтому на этот год у нас тоже запланировано и представление оптимальных практик, и выбор фокуса региона. Это на той конференции, которую мы планировали провести в мае этого года. В мае этого года, в конце мая этого года у нас была запланирована 10-я юбилейная конференция. Почему мы ее называем 10-й? Потому что она 10-я по отношению к той всемирной, продолжателем которой мы себя считаем, и не только мы так себя считаем, но так считает ЮНЕСКО, потому что они нам в очередной раз предоставили прямую эгиду, и конференция СС-2020 будет проходить под прямой эгидой ЮНЕСКО в том числе. Эта конференция, конференция этого года, она также включена в план празднования 75-летия ООН в России. И мы в рамках нововведения, мы же каждый год что-то новое вводим, в рамках нововведения конференции СС-2020 мы впервые решили, что у нас будет два партнера страны, две страны-партнеры. Почему две? Потому что в основном у нас страны-партнеры были так называемые дальние зарубежные, зарубежные. То есть то, что для нас очень необычно, очень непривычно, то, что мы не знаем совсем, мало знакомы, и они приглашались в качестве страны-партнера. Но у нас же есть наши братья, наши друзья, наши бывшие союзные республики, наши ближние зарубежные, и получается, что они у нас никак не представлены. Поэтому в этом году у нас будет две страны-партнеры, и вторая страна-партнера это республика Узбекистан. Мы надеемся, что у них прекрасное дошкольное образование, у них по менталитету они нам близки, потому что мы были раньше в едином пространстве. И я думаю, то, что они предложат, это и не фокус регионов, и это не там Швеция, да, не Германия, а это то, что нам близко, но тем не менее они идут своим путем, и тот опыт, что они нам представят, наверняка будет крайне интересен. В качестве фокуса региона в этом году у нас будет республика Татарстан. у них сейчас уже идет отбор оптимальных практик, то, что они покажут на нашей конференции. И я уверена, что республика Татарстан, она будет представлена на конференции ничуть не хуже, а может быть, по многим вопросам совершенно своеобразно, не буду говорить лучше или хуже, не будем никого сравнивать, но это уникальная республика, очень сильная, очень интересная, и то, что они нам покажут, я думаю, будет полезно и интересно всем. И тем не менее про конференцию СЛ-2020. Мы ее переносим. Понятно почему? Потому что этот коронавирус, он нам не позволяет ее подготовить в установленные сроки, должным образом. Ну и кроме того, 30 мая совершенно неизвестно, какова будет ситуация. По крайней мере, наши зарубежные спикеры, зарубежные партнеры, зарубежные участники конференции, они уже пишут в письмах, что они боятся карантина, что их посадят на карантин, что их не выпустят со своей стороны. И все масштабные мероприятия и российские, и зарубежные, они переносятся на более поздние сроки. Мы также оргкомитет принял решение о переносе СССР 2020. Мы проведем, мы надеемся, что осенью, конечно, посмотрим на коронавирус, посмотрим, чем все это закончится, вот, и когда закончится, но мы планируем на осень. Мы планируем, что мы проведем нашу конференцию СССР 2020, юбилейную, самую масштабную, самую интересную. Мы ее проведем осенью этого года. У нас будет больше времени для подготовки. и я думаю, что то, что будет на нашей юбилейной конференции, это будет опять как ежегодно, мы на голову вырастаем с каждым Новым годом, что вот эта десятая юбилейная, она будет потрясающая. Я вас всех приглашаю следить за новостями, и мы обязательно всех известим, как только определимся с точной датой, когда немножечко вот эта ситуация успокоится, мы поймем, когда, какие сроки мы можем назначить, договоримся с принимающей площадкой. В этом году нас совместно с нами конференцию в прошлом году проводила МГИМО, предыдущие несколько лет Московский государственный университет был соорганизатором конференции. просто для такого масштабного мероприятия очень трудно найти партнера и найти условия для проведения. Должно быть большой конференциал, большое количество аудиторий для секций. Везде должна быть возможность для синхронного перевода, для прямой интернет-трансляции. Поэтому мы надеемся, что это будет либо МГИМО, либо МГУ. Пока первоначальная договоренность у нас с МГИМО, Московский государственный институт международных отношений, где конференция проходила в прошлом году. К этой конференции мы уже начали готовиться. Вот, например, на печате я хочу вам показать вот такие вот кружки конференции мы уже сделали, блокноты подготовили. Программа вся переводится, все тезисы переводятся на два языка. То, что присылают иностранцы, мы переводим сразу на русский. То, что наши пересылают, мы переводим на английский язык с тем, чтобы тезисы были отпечатаны на двух языках, как было в прошлом году. Вот это то, что касается конференции. Сколько времени у меня? Отлично. Ну, все, что, все самое главное, что я хотела сказать, я про конференцию рассказала. Еще хотела бы отметить, вот мне часто задают вопрос, как генеральному директору издательства Мозаика Синтез, издатели задают, партнеры коммерческие, они говорят, а вам-то это зачем? Зачем издательство тратить деньги, времени? У нас же много сотрудников задействовано в проведении этой конференции. Зачем вам это нужно? А нужно это нам для того, чтобы ситуация в стране менялась к лучшему. И сделать это можно через дошкольное образование. И вот один из проектов, который, опять же, при инициативе Николая Евгеньевича Веракса, надо понимать, что Николай Евгеньевич Веракса, он самый, вот, он идеолог всего того, что вот мы делаем. Он научный руководитель, он как бы возглавляет и поддерживает, без него это все было бы невозможно. И благодаря Николаю Евгеньевичу Вераксе у нас еще два проекта. Еще один проект масштабный тоже был проведен, это ориентиры детства. Они проходили в августе, прошли два раза. В этом году опять мы не будем проводить, и это связано во многом с коронавирусом, просто мы не знаем, какая будет ситуация, поэтому этот год мы пропускаем. Вот, но конференция ориентиры детства, те, которые проходили, дважды мы их провели, при поддержке президентского фонда. Получили мы грант президента на вторые ориентиры детства. Шесть тысяч воспитателей и исследователей собираются в Крокус Сити Холл, в большом концертном зале, где непрерывным марафоном проходят, выступают спикеры, спикеры мотивационные, те, кто может нас вдохновить на подвиги, спикеры контентные, мы их называем, те, кто говорят о последних исследованиях в области дошкольного образования, и представители власти, которые говорят, что же будет меняться, какое у нас будет законодательство, какие изменения в сфере управления системы дошкольного образования. И вот чередуются вот такие спикеры, и в течение дня идет вот такой марафон, и, судя по отзывам, всем очень нравится такой формат, он действительно вдохновляет всех на дальнейшую работу, вот, и на первых ориентирах детства мы приняли манифест воспитателей России, его можно увидеть и на сайте ориентирования детства, и на сайте Международной педагогической академии дошкольного образования, которая является главным организатором всех этих мероприятий. На вторых ориентирах было принято обращение президенту, оно тоже висит на сайте МПАДа Международной педагогической академии. Вот, это обращение было направлено, его подписало около 6 тысяч человек, его мы направили в администрацию президента, в министерство образования, в министерство просвещения, в Госдуму, в Совет Федерации, в общественную палату. В общем, мы отправили всем, кто в нашей стране возглавляет самые ведущие структуры. Самый быстрый и самый конструктивный ответ был получен из администрации президента. И в результате общения по тем проблемам, которые мы поднимали, стало ясно, что, в частности, многие, скажем так, классные люди, они не совсем понимают проблемы нашего дошкольного образования. Мы о них не говорим, мы о них не рассказываем. Нам кажется, что очевидно, что 30-40 детей в группе это катастрофа, что нельзя объединять детские сады и школы, что нельзя оптимизировать штатное расписание так, чтобы было три воспитателя на две группы, что нельзя отказываться от специалистов, музыкальных работ, физкультурных психологов. Нам это кажется очевидным. Вот, но тем, кто вне сферы дошкольного образования, оказалось, что эти вопросы далеко не очевидны, они о проблемах не знают, они считают, что самое главное это построить новые детские сады, главное, чтобы не было очередей, главное оснастить детские сады игрушками, мебелью, интерактивными досками, хотя мы же все понимаем, что да бог с ним, с этими интерактивными досками. Не так это все важно, важно, чтобы воспитатели могли работать, чтобы детей было мало в группе, чтобы могли детские сады самостоятельно решать свои вопросы специфические, дошкольные, потому что те, кто возглавляет школу, они так же не понимают, что эти дошкольники, чего им там надо, а чему, разве там чему-нибудь учат? Вот такой вот, такие вопросы нам задают. Ну, собственно, пожалуй, это все, что я хотела вам сказать. Спасибо вам большое за внимание. Те вопросы, которые мне прислали перед эфиром, они напрямую не связаны с нашей конференцией, например, там вопросы были об инновациях в области физического воспитания и о физическом здоровье дошкольников. Я бы хотела тем, кто интересуется физическим воспитанием, обратить внимание на курс в Международной педагогической академии дошкольного образования. Там есть курсы, которые мы из-за коронавируса сейчас какой-то облегченный доступ к ним там сделан под физическим воспитанием. Вопрос был, какие изменения в обучении дошкольников произойдут в 2020-2021 году. Ну, не берусь я отвечать, потому что пока то, что делается на сегодняшний день, ситуацию не улучшает, к сожалению. И насколько необходимо обучение и занятие в младших группах детского сада? Ну, младшие группы детского сада, вот, имеется в виду, я не совсем понимаю из вопроса, имеется в виду ранний возраст, то есть дети от года до трех или же младшая группа детского сада, та, которая три плюс, от трех до четырех лет. Нормальные занятия, полномерные занятия с трехлетнего возраста, они безусловно нужны, но заниматься с детьми нужно от самого рождения, там, с первых минут, вот, у ребенка он вот рождается, уже в первые минуты мы его, давайте не будем называть это словом занятие, но мы с ним занимаемся, мы его развиваем, это можно делать, как мама может с ребенком заниматься, когда ребенок совсем маленький, в детском саду, безусловно, с детьми заниматься, занятия нужны, просто в какой они форме, форма должна учитывать возрастные возможности детей, вот, а занятия, конечно, нужны, а как иначе, дети хотят, чтобы с ними занимались, и когда мы играем с детьми, это тоже занятие, мы, когда мы играем, мы же их развиваем, мы же их обучаем, поэтому занятия в форме игры, занятия в форме совместного общения, но это в любом случае все то, что детей развивает, если мы будем, все то, что развивает детей, идет на пользу их интеллектуальному развитию, физическому развитию, вот это вот все, на мой взгляд, правильно называть словом занятие, а уж как мы организуем, насколько детям будет интересно, это зависит от программы и от таланта воспитателя. Спасибо вам большое.